Я понимаю, что вы волнуетесь, Лада, но надо вот есть такие упражнения для снятия волнения. Или вот это своё волнение надо, наоборот, в конструктивном плане направить на передачу. Я, кстати, перед нашей встречей посмотрел в интернете, 30 миллионов русскоговорящих людей живут за пределами России. 30 миллионов. Это отдельное государство, в общем-то. Внушительная цифра. Так вот я к чему. Дело в том, что существует такая проблема. Люди теряют свой родной язык. По-русски начинают плохо говорить. Вот и вы пишите. Я по-русски только пишу. Устно общаюсь мало. Это так? Да, это действительно так. Так получается. Потому что если у меня есть общение, то я общаюсь через интернет. Что это остаётся? Это остаётся набивать на клавиатуре. Можно по скайпу разговаривать, но это, конечно. Ну, по скайпу мы не так много разговариваем. Всё равно по скайпу предпочитаем переписываться. Не знаю почему. Тем не менее. Мне казалось, что в Германии это, в общем, по-моему, около пяти миллионов русскоговорящих людей живёт. Поэтому общаться-то есть с кем. Но я знаю, что у вас такие обстоятельства, что не с кем общаться, поэтому язык уходит. Надо общаться ещё по интересам. А, скажем, в том городе, где я живу, вокруг меня в основном это рабочие завода «Мерседес». То есть их интересы выше, скажем, как бы техники не поднимаются. У меня есть очень хороший сосед, с которым мы дружим. Он тоже русский, он живёт уже больше 20 лет в Германии. Я его просвещаю, я ему показываю наши книги, изданные у нас, альманахи рассказываю. Вот такое вот мероприятие мы проводим. Он с удовольствием слушает. Но вот подискутировать с ним на какие-то темы, на литературные, очень сложно. Здравствуйте! В эфире программа «Разговор». Меня зовут Александр Мягченков. А героиня нашей сегодняшней программы – Лада Баумгартен. Автор идеи, создатель и руководитель одного из самых престижных литературных фестивалей Европы – русский стиль. Фамилия Баумгартен образована от двух слов. Баум – это дерево, а Гартен – сад. То есть в старину в Германии Баумгартеном называли садовника, человека, ухаживающего за деревьями и, вот обратите внимание, за цветами. Иронию судьбы. Когда-то Лада Баумгартен сама носила фамилию Цветкова. Лада Цветкова выросла в Рыбинске, Ярославской области, в большой семье. Писала стихи, танцевала, занималась в театральном кружке, играла, хотел сказать, на валторне, на гитаре. Закончила в Ленинграде училище культуры, мечтала организовывать для людей большие праздники. Но тут в стране наступили лихие 90-е. Надо было выживать. Работала менеджером, стала выпускать газетку «Пи-продай». Одной из первых в Рыбинске открыла брачный клуб «Сваха». Ну, а потом все случилось, как в кино. Жених из Германии, которого звали Штефан Баумгартен, приехал в Рыбинск искать невесту. И нашел Ладу. Увез ее из России в Германию. В чужой Германии сидеть без работы было невозможно. И тогда Лада придумала литературный, международный литературный фестиваль «Русский стиль». У нас есть видеофестивали «Русский стиль-2013». Давайте сейчас посмотрим фрагмент, а потом вернемся сюда в студию. Русский стиль-2013 Русский стиль-2013 Должен открыть секрет, что за неделю до нашей встречи, до нашей сегодняшней съемки, мы вывесили в социальной сети в группе «Русского стиля» опрос. О чём бы вы хотели спросить президента фестиваля Ладу Баумгарта? И пришло огромное количество вопросов. И надо сказать, больше всего это были вопросы, знаете о чём? Нет. О личной жизни вашей. Кто такая Лада Баумгартен? Откуда? Как познакомилась со Штефаном? Ну, надо сказать, что вы сегодня звезда для определённого круга людей. Те, кто приезжает на этот фестиваль. Сегодня вы готовы стать публичным человеком, рассказать о себе? Попробую. Попробуйте. Хорошо. Итак, Рыбинск, Ярославский область. Надо сказать, что я тоже родился в Рыбинске, но так получилось, что я там родился и прожил три месяца. И, в общем, ни разу до сих пор к моему стыду не был в этом городе. Печально, печально. Да, а надо бы. Так что мы с вами земляки. Ваши родители кто были по профессии? Ну, мама у меня была завхозом. То есть не какая-то, скажем, интеллектуальная должность. Папа был маляр. То есть обыкновенные простые рабочие, скажем так, из этой прослойки. Вот когда говорят обыкновенные рабочие, мне кажется, в каждой профессии можно найти творческое начало. Ну, вы знаете, вот... Особенно маляр. Вот творческое начало, да. Вот действительно было. Папа, помимо того, что, скажем, как бы был маляром, да, он был еще и художник-маляр. То есть он делал первоклассный, на мой взгляд, потому что он ушел очень рано, когда я осталась связаться... Мне было 12 лет, но мое детство все, значит, скажем, как бы протекало в стенах, увешанных картинами папы. Это была вырезка, это были чеканки. Вот. И он очень любил изображать маму. Она была его, как бы, натурой. Там висели ее портреты и различные сказки или там... Ну, даже Ленин был вожди нашего государства. А мама у меня была... Ну, сейчас она практически не боет, но у нее такой звонкий голос, она была вообще пивуня. Ну, вот, к сожалению, мне вот этот удар не передался. Когда вам было 8 лет, произошло какое-то не очень приятное событие в вашей жизни, пожар был какой-то, расскажите, что это было за событие и как оно повлияло на вашу жизнь? Ну, это действительно был пожар, это был, скажем, как бы несчастный случай. У нас, как вы сказали вначале, действительно была большая семья. Вообще, скажем, как бы нас 5 человек, детей. Папа на работе, утром мама его провожала на работу и поставила для маленьких детей кипятиться белье. Ну, это деревянный дом, вспыхнула керосинка, загорелась дверь, мама убежала, мы все дети остались наверху, еще спящие. Вот, и только благодаря моему старшему брату Александру он смог нас, детей, вытащить из огня, со второго этажа. То есть он нас спас. И, скажем, как бы это было достаточно сильное потрясение тогда для нас всех. Шоково. Мы не только потеряли дом, мы просто испытали сильный эмоциональный стресс. Мы попали в больницу, все дети лежали втроем. Втроем. Вот. Потом нас уже забрали, когда из больницы, дали небольшую квартирку, такого типа гостиничного типа, однокомнатную, где мы все ютились. И потом, буквально вот в этот же год, как-то случилось так, болезни, смерть родных. Но это уже не связано было с пожаром. Это просто, ну, как говорят, жизненно полосатая. То черное, то белое. Ну, это была такая черная полоса. То беда к беде, да, радость к радости. А вот я почему это... Вы сейчас пишете об этом? Фактически нет. Потому что обычно литераторы, вот у них всплывают какие-то такие вот экстремальные моменты в жизни, когда люди начинают анализировать свое прошлое. Вы часто вспоминаете свое прошлое, Рыбинск, вашу семью, ваших родителей? Ну, вообще, я с ними до сих пор, с моими родителями, с мамой, я вижу, с моими братьями, стараюсь поддерживать контакт. В Рыбинске я бываю нечасто, может быть, раз в год, может быть, раз в два года так складывается, что все-таки достаточно проблематично бывает вылететь из Германии в Россию, потому что и дела, и забота, и так далее. А именно тот период я почему-то очень редко вспоминаю. То есть у меня такая вот память, она избирательная, она старается как-то вот это отфильтровывать. Положительные моменты, они как-то быстрее приходят на память, чем отрицательные. Ну, вот сегодня вы приехали специально в Москву к нам на телеканал «Театр», на съемку. В Рыбинск-то поедете, конечно же. Сейчас нет, не поеду. Не поедете? Нет, к сожалению, нет. Я планирую в апреле месяце. Я уже съезжу на… Я-то думал, что вы используете служебные положения в личных целях. Нет. Хотел заодно с вами поехать в Рыбинск. Не получается. Все ваши родственники сегодня в Рыбинске живут. Да, почти. Вот если возвращаться к вашей юности, так скажем, юность, отрочество, почему вы решили, выбрали вот это вот Ленинградское училище культуры? Почему именно пошли туда? Некуда было идти, там был самый маленький конкурс. Ну, у нас вообще, скажем, как бы, можно было пойти в Ярославский, то же самое, культ просвет. Почему я пошла в Питер? Ну, у мамы корни из Питера. У нее там родственники. Ну, и, конечно, куда ребенок тяготеет, там, где хотя бы есть какая-то поддержка из родственников. Да, вот я поехала в Питер. Ну, вообще, я поехала поступать в Институт кино. Но, когда я оказалась на прослушивании... Лгитмик называется, Ленинградский институт театра музыки и кино. Да, 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 да. И когда я пришла на прослушивание, да, вот, у меня еще была такая длинная челка, мне так говорят, девочка, подними челку. Ну, я так подняла, засмущалась. Она говорит, какая же ты молоденькая, приходи через год, подрасти. То есть, а вы скрывались, не хотели показать свою молодость? Я, наверное, под этой челкой, я, наверное, скрывалась. Но для меня был такой момент, и у меня уже был как запасной вариант, альтернатива. Так, ну, раз сюда меня не берут, я пойду в Культпросвет. Куда же еще? Понятно. Ну, я почему задал этот вопрос? То есть, это не было какой-то вот мечтой. Знаете, как бывает у кого-то? Вот, хочу быть артисткой, или хочу быть политиком, или хочу быть экономистом, юристом. Я в детстве кем только не хотела быть. Я хотела быть даже продавщицей лука на рынке. И хотела быть председателем Голлокома. Подождите, а вот здесь поподробнее можно? Продавщица, почему именно лука на рынке? С чем это связано, с вашей детской мечтой? В общем, это связано с тем, во-первых, я очень любила книги. Я с запоем читала все, почти все подряд. А когда был запой, вы закусывали луком? Нет, и когда, допустим, если героиня торговала на рынке, да, мне это нравилось. Мне нравилась героиня, я хотела быть такой же, как героиня. Если она доярка, то мне хотелось быть дояркой. То есть у вас было развито чувство эмпатии. Вы себя ставили на место вот этих персонажей, других людей. Да, да, да. И следовательно, да, с каждой новой книгой у меня был какой-то новый образ, какой-то новый герой. Я хотела вот быть такой же. Это такое вот актерское начало. Я бы даже сказал творческое. Потому что писатель тоже, да, литератор, когда он работает над какими-то своими образами литературными, он тоже как бы проникает в шкуру своих героев. Вы проникаете в шкуру своих героев сегодня? Проникаете. Проникаете. Мы еще плавно подойдем к вашим героям. И вот пришли лихие 90-е. Да, кстати, какую специальность-то вы выбрали в Ленинградском кульке? Ну да, в кульке я выбрала такую интересную специальность, которая сейчас просто не существует. Организатор культ просвет работы. Организатор культ просвет работы. Что входило в обязанности организатора культ просвет работы? Сегодня есть такие организаторы? Или они по-другому? Они менеджеры называются? Да, мне уже сказали, что это что-то сродни продюсерства. Но это так красиво сейчас звучит. Даже можно так немножко себя приподнять. А вы просто организовывали культурно-просветительскую работу? Да, там всякие лекториумы. Вы работали по специальности, да? Естественно, да. Я работала до тех пор, пока культура оказалась так никому не нужна. Как раз в эти годы. Лихие 90-е, да? Ага, и вот вы тогда организовали, как это называется, свадебное агентство. Нет, но это не совсем так. Тогда получилось, когда я осталась без работы, то есть наш дом культуры фактически как бы распилили на кусочки, я отдал различным коммерческим организациям. Там оставалось единственное приспосабливаться или идти на биржу труда. Я оказалась на бирже труда, но сидеть без работы и получать пособие, которое с каждым месяцем становилось всё меньше, это было как-то не очень хорошо, тем более молодая семья, и я пошла в предприниматели. То есть я обучилась предпринимательскому делу, освоила бухгалтерию. Вот, и я начала вообще, по идее, с челночества, как и всё большинство населения. И потом уже от челночества уже перешли к книжному бизнесу. У нас был магазин, назывался «Бизнес-книг». Челночество, это вы куда-то ездили, привозили товары, продавали? Да, да, да. Процентов 70 в то время народное селение занимались этим. Да, а потом плавно перешли к книгам. И мы начали уже привозить книги, книги по бизнесу, делопроизводству, то есть образователи, по компьютерам. Как раз это начало всё развиваться. А потом уже мы организовали, всё так плавно, переходило-переходило, мы организовали газету «Купи-продай», и уже на базе газеты «Купи-продай» это было, скажем, как бы вот это вот агентство, которое знакомило людей внутри города, области. Ну, у нас, как в городе Иваново, на 8 девчонок один парень. Вот ведь были времена, и сегодня самое удивительное, что вот вы так откровенно говорите об этом, потому что многие скрывают вот эти вот страницы своей биографии, там «Купи-продай», «Челночество». Вы сегодня президент престижного европейского литературного фестиваля, видите, как откровенно вы говорите. Это трогает, что вы так рассказываете о себе открыто. В то время у вас уже была семья. Да. Родился ребёнок. А вот когда появилась вот эта вот сегодня очень популярная тема, вот много программ у нас в России идёт на наших каналах, когда пытаются там жених ищет невесту, невеста ищет жениха, брачные агентства телевизионные всякие. А вы тогда уже открыли брачные агентства? Ну да, потому что площадь газеты нужно было использовать максимально. И, скажем, как бы просто публиковать объявление, куплю или продаю, но это было не совсем моё амплуа. Мне хотелось чего-то больше. Ну, как всегда. Хочется чего-то больше. Интерактивы вам хотелось? Да, да, да. Чтобы побольше людей приходило общаться? А потом, скажем, как я вам сказала, что у нас большое женское население, и вокруг меня сплотился коллектив женский, которые все как бы одинокие, бесхозные дамочки, которым хотелось как-то помочь изменить свою жизнь в лучшую сторону. Но все искали спутников. И был выход искать где? Искать, например, в барах и в ресторанах. Там можно было найти посостоятельные, подденежные, потому что хотелось, в принципе, не только выйти замуж, но и как-то решить финансовые проблемы. Ну, чтобы это приличный человек. Да, да, да. Не только богатый. Да, естественно. Потому что сегодня понятно, юные леди, они ищут людей значительных, я имею в виду, в финансовом положении. Тогда это тоже была проблема. Ну, вот смотри, вот приехал двухметровый немец в Рыбинске, Ярославской области, искать невесту, Штефан Баунгарта, увидел вас. Вот сегодня, зная вас, понимая, что это вот, если бы вы по выгоде какой-то выскочили за этого человека, это было бы видно. Сколько лет вы уже вместе? Десять. Десять лет. Ну, видно, ваши отношения, они настолько трогательные, и все, кто бывал на литературном фестивале, они видят, как Штефан относится к вам, как вы относитесь к Штефану, как ваш сын относится. В общем, он приемный отец, да, Штефан у него. Это не сыграть. Очень искренние, настоящие отношения. Как так получилось? Это случайность в вашей жизни? Ну, вы знаете, наверное, у нас не столько, скажем, как бы бурные романтические отношения, сколько у нас, скажем, получился такой творческий тандем. То есть мы выходили, женились и выходили замуж достаточно уже в созревшем таком возрасте, и мы понимали, что мы хотим от этой жизни, и что мы хотим друг от друга. Ну, какие задачи стояли перед вами? Побыстрее слинять из этой страны? Да вообще это не стояло. И вообще я замуж не собиралась. И не собиралась. Это получилось все абсолютно спонтанно и случайно. И, скажем, как бы, когда он мне сделал предложение, да, прежде мы еще целый год продолжали работать в Рыбинске, и мы тогда сначала основали совместное предприятие русско-немецкое, и мы еще работали в газете и развивали наши проекты. И только потом уже, через год, я уже уехала. И хотелось как бы продолжить свою работу непосредственно уже в Германии. Это понятно. Сейчас переедем в Германию. А вы уже развелись к тому времени? Или вам пришлось разводиться уже? Нет, я была разведена. А вы были разведены. Но это упрощало задачу, хотя с драматургической точки зрения это уже менее интересно. Да, еще бы там... Интереснее было бы, когда вот ради Штефана надо было бросить предыдущего мужа и так далее. Вы оказались в Германии. Как я говорил, уже 5 миллионов немцев. Ну, во всяком случае, есть такая статистика. В Берлине, только, по-моему, в одном Берлине, не хочу врать, но там тоже огромное количество русскоговорящих. Потому что, когда идешь по Кудаму, Курфестрдаму, или где-то вот в восточном Берлине, все время встречается, слышится родная русская речь. И такое количество людей... Нужна востребованность, да? Нужна работа. Не все. Я знаю, что многие люди без работы сидят. Это очень трудно найти. Вам тоже было трудно поначалу найти работу. Ну, вообще невозможно. Я, скажем, как бы не нашла себе так-то работу. У меня единственный был путь, опять же, идти в предприниматели. Потому что подтвердить диплом, а мой диплом, который вообще утратил, как бы вообще свою целесообразность, да, это было не востребовано. Тем более, что должно быть превосходное знание языка, иначе ты не можешь работать по специальности. А у вас не было превосходного знания? У меня вообще не было знания языка. То есть никакой культурно-массовой работе в Германии и даже речи не должно было идти? Нет, конечно. Если бы я готовилась, скажем, к эмиграции за рубеж, наверное, я бы сидела бы там, штудировала учебники, немецкий язык. Все только благодаря тому, что у меня муж превосходно говорит по-русски. И, исходя из этого, мы с ним познакомились, мы общались, и он мне во всем помогал. И помогает до сих пор, и дома мы говорим по-русски. Правда, у нас иногда бывает такой кишмиш, но все равно преобладает русский язык. То есть это такой кишмиш из русско-немецкого языка, да? Ага, типа «дрюкни на кнопочку». Ну, очень хорошо это понятно. Это смешно, да. Как же возникла идея создания вот этого фестиваля, который сегодня уже, слава богу, прочно стоит на ногах, и все больше и больше вызывает интерес, и как вот у людей, пишущих и живущих за рубежом, так и в России. Да, все верно. А как идея возникла, ну, наверное, бывает такое, что идеи витают в воздухе, и надо эту идею только хоп, поймать за хвост и начать ее реализовывать, потому что ученицы-то просто ее могут перехватить. Теористически-то это все так просто, как вы рассказываете, вот в реальности это не совсем так. Да-да-да. И, скажем, как бы все равно всему помог интернет. То есть благодаря тому, что был интернет, и я была уже достаточно продвинутым пользователем, то есть я начала общаться с людьми по интересам, форумы, различные сайты и так далее, и тоже нашла определенный круг людей, с кем мы могли разговаривать на близкие мне темы. Я писала определенные какие-то статьи в русские журналы, которые выходили в Германии. Отсюда тоже появились дополнительные знакомства. Ну, и опять же мы начали говорить о том, что а почему бы нам не собраться? И это было чисто такое вот, скажем, как бы планировалось кулуарное, наверное, мероприятие для своих... То есть желание общения. Да, для своих людей. И подумать о том, а можем ли мы что-то сделать такое большее, для того, чтобы вот мы все по чуть-чуть что-то пишем, и где-то пишем, где-то публикуемся. Может быть, можно из этого что-то выродить такое большее и интересное. Познакомиться с издателями, например, представить какие-то свои книги. Но у нас тогда практически книг не было. А потом от этого желания уже начали люди писать. Многие просто... Для них это было импульсом, что они сели, я не знаю, за компьютер или взяли в руки перо и стали сочинять там рассказы, стихи сочинять. А у кто-то романы и повести какие-то... Появились толстые книжки на свет. Вот это удивительно. И первый раз фестиваль появился на свет в каком году? В 2007-м. В городе Дрездене он проходил. И он так назвался – Дрезден 2007. Это была такая фишка. Нужен какой-то был изначально хоть какой-то капитал, чтобы люди приехали, собрались в Дрездене. Откуда, кстати говоря, впервые приехали? Это все были иммигранты, те люди, которые жили за границей? Нет, у нас были, скажем, в большинстве своем, да. Вот у нас были гости из Австрии, из Чехии. Собрались наши с Восточной Германии, приехали из Лептига. Были наши гости из Дрездена, литературные объединения. Были у нас издатели приглашены, издательство «Алитэя» из Питера и издательство «Аквилегия М» из Москвы. Они были нашими почетными гостями на этом празднике. Самое интересное, понимаете, не вопрос стоит в деньгах, где взять эти финансы. Какие-то финансы, конечно, мы уложили первоначально свои собственные. Но и фестиваль, он стоит на самоокупаемости. То есть фестиваль, на фестивале это праздник, да, праздник для души. Это феерическое какое-то шоу, куда люди приезжают для того, чтобы получить новое впечатление. Конечно, за счет самих же авторов. Но это было и изначально оговорено. Да, мы собираемся, нам это интересно, и мы готовы заплатить за свое пребывание в Германии какие-то деньги. То есть в любом случае сейчас гости приезжают за свой счет. Но фестиваль, он не складывается только вот из одного этого праздника. То есть идут еще первоначально предварительные литературные конкурсы, в которых авторы могут принимать участие. И это участвует в них абсолютно из разных городов, из разных стран. И это все совершенно бесплатно. И призы потом они получают после фестиваля, если даже они не приехали, наши лауреаты, они получают эти призы почты. Вот такие вот альбонахи, например, которые у нас выходят по итогам фестиваля. И что самое интересное, наши альбонахи... А кого печатаете в этих альбонахах? А мы печатаем наших лауреатов. Первые, вторые, третьи места, плюс дипломанты. По всем буквально номинациям. А сколько номинаций у вас, скажите? Номинаций 11. 11? Она у нас каждый раз меняется. Ну какие вот основные номинации можете назвать? Основные – это проза, поэзия, это публицистика. Вот у нас уже третий год будет существовать юмор, ирония, сатира. У нас пять лет существует поэзия, фотографии. Появилась номинация для поющих поэтов. И буквально вот в этом году мы выпустили еще и аудиодиск. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У вас ведь еще такая фишка очень интересная. Это не просто фестиваль, это еще, кроме того, что литераторы, пишущие люди общаются между собой, обмениваются информацией, рассказывают и представляют свою продукцию, свое творчество, скажем так. Тогда вы еще и путешествуете по таким местам, куда не попадешь. Ну да, мы составляем такие маршруты. Куда не попадешь просто так, вот сам если захочешь. Такие маршруты даже нету, скажем, в путеводителях, потому что мы каждый раз изыскиваем что-то такое неординарное, что-то новое. Во-первых, это связано с тем, что у нас уже сложился определенный круг наших участников, так называемые фанаты фестиваля, которые приезжают из года в год. И мы, конечно, хотим сделать, чтобы фестиваль понравился не только новичкам, но и тем, кто уже тяготеет нашему фестиваль. То есть приятный и с полезным. Приятный и с полезным в существенном. Ну и потом, конечно, нам интересно рассказать. Германия, она настолько мультикультурная и настолько историческая страна. Вот буквально ты в какой город не ткни пальцем. Даже маленький, вот маленькая пятнышка на карте страны. А там есть своя история, и это все так бережно хранится. Если это памятник истории, пусть это даже руины, но это все так бережно, охраняемо. И ты просто ходишь, трогаешь эти камни и проникаешься в какую-то историю. Я знаю, что наши многие участники фестиваля, когда возвращаются, они, пережив вот это вот путешествие во времени по истории и культуре, они начинают вдруг, осмысливая это уже, передавать своих произведений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В эфире программа «Разговор». Меня зовут Александр Мягченков, а героиня нашей сегодняшней программы – Лада Баумгартен, руководитель фестиваля «Русский стиль». Это европейский, я бы даже сказал, международный литературный фестиваль. Почему международный? Потому что участники этого фестиваля – это не только жители Европы, русскоговорящие, пишущие на русском языке. Это люди приезжают и из Америки, насколько я знаю, и какие-то еще другие страны. Из Канады, из Израиля. Ну и, конечно же, из России. Естественно, да. Это самодеятельные авторы в основном все или профессиональные тоже приезжают на этот фестиваль? Ну, смотря что, подразумевать, что самодеятельные авторы, что профессиональные. Профессиональный тот, который получил литературное образование или тот, который сегодня на слуху у каждого. Есть у нас авторы и немало с литературным образованием. Но в большинстве своем это все равно не широко известные имена. И почему, для чего создан наш фестиваль? Именно для того, чтобы малоизвестные авторы могли о себе рассказать, себя представить, показать свои книги, чтобы о них узнали. Ведь фестиваль — это своего рода трибуна для таких авторов, возможность донести свое творчество до читателя. Потому что, скажем, вот Альманах, на котором мы их публикуем, — это одно из средств передачи информации об авторах. Но, кроме того, мы делаем публикации в интернете, на сайтах. Мы делаем публикации в прессе. Вот, например, журнал, в котором самый последний вышел от Международной гильдии писателей, рассказано о фестивале «Русский стиль». Делится своими впечатлениями Вероника Ткачева, член Международной гильдии писателей, которая была на фестивале. Это вот фотографии, сделанные силами и самих участников фестиваля, и нашего фотографа. И то есть вот таким вот образом такие репортажи, они потом как бы сопровождают всю остальную часть, вот этот вот период междуфестивальными. И то есть сейчас, вот, например, мы подготовили серию интервью с нашими лауреатами. Мы их тоже распространили по всей сети интернет. Что касается, вот можно мне, покажите мне альманах, вот альманах. Я, кстати говоря, посмотрел вот последний альманах. Здесь должен с вами согласиться, что совершенно неважно, есть ли литературное образование у автора или нет. Потому что есть такие самородки, такие уникальные люди, они так пишут, что им никакого, конечно же, образования не надо. Они, не знаю, каким образом они это сделали, но они вполне профессионально пишут, кроме всего прочего, еще и талантовые. И вот это вот я встречал вот здесь, в этом альманахе. Мы обещали рассказать про географию. Вот лично я, наша программа, это шеф-редактор Марина Меркулова, мы попали на ваш фестиваль совершенно случайно. Это был 2009 год. Ну и, как говорят, попали и пропали, потому что мы влюбились в ваш фестиваль. Ну, во-первых, надо сказать по поводу географии. Это в основном южная часть Германии. Это окрестности Штутгарда, Мюнхена, это все потрясающие места Бавария. 2009 год в Бадвильбаде проходил фестиваль. Я вот, когда попал в этот город, спросил себя, боже мой, ну вот, если бы не этот фестиваль, каким образом я увидел этот небольшой город, где там, я не знаю, по-моему, 2 или 3 тысячи, вообще, население, да, он находится в горах. Как называются эти горы по-немецки? Ну, вообще, это называется Шварцвальд, это темный лес, если так вот перевести. Черный, темный лес. Там бьют вот эти вот потрясающие источники. Вообще, сама атмосфера удивительна. Она настолько располагает для творческого общения, контакта. И Баден-Баден тут рядом. А потом, вы же еще повезли людей, показали Страсбург. Да. Да, это тоже интересно. Вот за один фестиваль, там, за несколько дней, за неделю, это и творческое общение, это обмен творческим опытом, это еще и путешествия, это уникальные какие-то экскурсии. Все вот вы вложили в один этот фестиваль. 2010 год, Тутлинген. Вот кто из наших зрителей слышал когда-нибудь такие города? Я там был. Потом это был кусочек Австрии, Швейцарии, все там рядом. Все, вот такой потрясающий, комфортабельный автобус, за рулем которого Штефан Баунгартен. Кстати говоря, потрясающий водитель, потому что он так плавно водил этот автобус, как будто мы летали на каком-то, именно летали, передвигались на летательном каком-то аппарате. 2011 год, Ульм, фантастический город Ульм, где самая высокая церковная вот эта вот башня, головокружительное ощущение. 2012 год, Бад Мергенхай. Точно. Вот представляете, какие города? Это и Ротенбург на Таубе, да, по-моему? На Таубере. На Таубере. Это сказочный город, где снимаются все сказки Андерсона. А какой там музей Рождества? Вообще фантастично. Как сохранился этот город, мне рассказали легенду, что когда американцы бомбили, это их был сектор, они должны были разбомбить этот город. И вот какой-то летчик взял на себя такую смелость, он совершил преступление с точки зрения военного человека, он не сбросил бомбы на этот город, сохранил. А через какое-то время познакомился с девушкой, влюбился, и они поженились. Эта девушка оказалась из этого Ротенбурга на Таубере. На Таубере. На Таубере. Представляете, он сохранил жизнь своей будущей супруги, и город сохранил. Судьбу. Историю сохранил. Да. И, наконец-то, 2013 год. Бат-Энд-Дорф. Это тоже уникальный город. Это предгорье Альп, да? Начинаются здесь Альпы. Вот эти озера фантастические. Замки Людвига II, да? Людвига II. Сказочный король. Сказочный. Людвиг, ведь он строил как во Франции, да, там он хотел? Он хотел, да, построить, перенести на немецкую землю маленький Версаль. И у него, в принципе, это как бы получилось, да, маленький Версаль, например, на Кимзи. На Кимзи, на острове, на этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот смотрите, какая вот потрясающая и туристическая программа. Во время этой туристической программы люди читают свои стихи, рассказы, вот в автобусе даже. Литературный экспресс. Время летит, ну, я не знаю, ну, наверное, как у собак, у них один год за семь идет, понимаете, вот там вот эти семь дней пролетают как одно мгновение, настолько это интересно. И что самое интересное, после этого все общаются, все и в Фейсбуке, в Контакте, там, я не знаю, в Интернете пишут друг другу и так далее, и так далее. То есть такая вот уже дружная семья, которая постепенно становится все больше и больше. Да. Правильно я все рассказываю? Все, все уверено. У вас такие же ощущения? Да. Или как у президента у вас несколько другие? Нет, нет, нет. Если бы знали, сколько трудов нам и сколько сил приходится тратить на это все. Ну, это все равно вдохновение мы сами получаем, какой заряд мы получаем от этого. Ну, а сейчас, дорогие телезрители, начинается наша прямая линия общения с Ладой Баумгардом, президентом литературного фестиваля «Русский стиль». Мы отобрали вопросы, которые вам задают. Коротко, лаконично отвечайте на них. Надежда Егорова, поэт из Москвы. Вы знаете Надежду Егорову. Она была на фестивале. Но, тем не менее, вот она написала нам не в прямую вам вопрос, а через нас. Косвенно. Лада, вы столько сил и фантазии вкладываете, какую-нибудь отдачу чувствуете? Ну, мы об этом уже говорили. Только что, да. Да, чувствуете эту отдачу и иногда даже вдохновение в результате посещает вас. Ну, это действительно, да, это вдохновение и заряд вообще энергии. На целый год вперед. Писатель из Москвы Елена Янге. Готова ли Лада, задает она вопрос, стать литературным агентом и продвигать произведения лауреатов в другие издательства, а не только в «Альманах русский стиль»? Ну, вы знаете, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Вообще-то и литературные агенты — это достаточно такая специфическая и сложная работа. И я, в принципе, не обладаю такими знаниями и такими широкими контактами для того, чтобы так вот профессионально заниматься. А обещать вот неизвестно что я не хочу. Но, тем не менее, скажем, как бы благодаря межфестивальному периоду, когда мы поддерживаем связи и контакты с нашими авторами, мы издаем какие-то книги, мы делаем презентации. То есть пусть маленькие какие-то литературные рекламные акции, но, тем не менее, мы проводим. Вероника Ткачева, психолог, Москва. На фестиваль приезжают люди с разными, отнюдь не ангельскими характерами. Это все творческие люди. Как вам, Лада, удается со всеми оставаться ровной и доброжелательной? Не бывает ли срывов? Срывов, наверное, не бывает, потому что вообще, скажем, по знаку зодиака я весы, и я как-то стараюсь свои эмоции уравновешивать. А с другой стороны, вот даже если, скажем, я поняла, о чем идет речь, бывают такие ситуации, когда сами участники фестиваля приходят ко мне на помощь. И если они видят, сложилось, как вот, например, в этом году, да, вокруг кого-то нестандартная ситуация, они говорят, Лада, вы не переживайте. Я еще даже не успела подумать о том, что мне уже пора переживать. Говорит, вы не переживайте, мы сейчас все урегулируем. Светлана Хромых, журналист из Приднестровья. У меня вопрос шкурный. Наступит ли тот момент, когда дипломанты будут дорогу оплачивать за счет фестиваля? Хотя бы частично. Может быть, в будущем. Пока что у нас таких средств нет. То есть вы не коммерческий проект вообще так? Мы не коммерческий, да. У нас нет ни спонсоров, ни градодателей. То есть это все происходит на самоокупаемости. Может быть, настанут такие времена, когда вас кто-то услышит, какой-то спонсор скажет, хочу помочь вот такому замечательному фестивалю, который открывает таланты для российской литературы. Да не только российская, русскоговорящая. Это может быть и немецкая литература, и финская, и так далее. Да, конечно. Писатель из Казахстана Елена Игнатовская. Я слышала, вот это для меня было совершенно открытием, что Лада не просто организатор, она пишет сказки, но скромно отмалчивается. И Штефан тоже не только веселый водитель. Пора открыть этих скромняк миру. А что Штефан пишет? На немецком языке сочиняем? Ну, у Штефана было несколько статей в немецких журналах, но у него связано это с альтернативной энергией. То есть он это делал для специального узкого профильного журнала. А сказки вообще-то я не пишу. У меня есть книга про собаку, про карата. Но это, скажем, как бы такие истории, можно сказать, детские, можно сказать, для собачников. Ну, реальные, из реальной жизни. Ну, они герои реальные, но придуманные истории. А, все-таки это ближе к сказке, так скажем. Ну, не то, что да. Ну, вот видите, мы открываем, что вы еще и сочиняете, Лада. А действительно уже все на русском стиле знают практически друг друга и знают, что вы пишете и романы. Ну, мне так сказали, что еще и романы вы пишете, издаете их под псевдонимом и всячески скрываете это. Вот сегодня давайте вы согласились быть публичным человеком, рассказывать о своей личной жизни. Вы действительно пишете романы? Да, я действительно пишу романы. Тома Блюм. Тома Блюм? Так это вы, Тома Блюм? Это я. Ну, вот видите, вот многое сегодня открывается. Это очень... А почему вы скрываете? Это для вас какая... Я это не скрываю, но дело в том, что как бы... Это я установила для себя негласно такое правило, о том, что, скажем, как бы я самодеятельный писатель. Я не профессиональный. У меня нет литературного образования, как вы заметили. Вот, поэтому, скажем, это остаётся на уровне хобби. А хобби не должно мешать другим каким-то делам. То есть, так как я занимаюсь организацией мероприятий для писателей, то мне, скажем, как бы проще оставаться здесь под своим именем. А вот то, что хобби, это уже по-другому. Ну, а потом, знаете, если люди прочитают, там было бы написано «Лада Баунгартен», ну, многие будут льстить, говорить какую-то неправду, сказать, «Лада, потрясающе пишите». Фантастический у вас стиль, слог и так далее. Ну, не надо говорить неправду. А когда, не знаю, кто говорит, вот это вот «Блюм», слушайте, она неплохо пишет вообще, замечательно. Да, ну, или покритикует, тоже можно послушать. Если плохо покритикует, ну... Но, во всяком случае, это возможность услышать правду. Светлана Волкова, писатель из Петербурга. В русском стиле участвуют произведения малых объёмов. Не пора ли расширить рамки и принимать рассказы и повести? Вы, разве, не принимаете рассказы? Рассказы и повести мы не принимаем, потому что есть действительно ограничения в объёме. И это связано с тем, что, ну, вот тот альманах, который мы выпускаем, да, опять же, мы к нему возвращаемся, но он не резиновый, то есть у него есть определённый объём. И то есть выше головы пока что на данный момент мы прыгнуть не можем. И не хочется сокращать количество лауреатов, отдавая, скажем, как бы меньшему количеству людей страницы в данной книге. Может быть, тоже хорошая идея подумать об этом, надо подумать. А потом, скажем, как бы, ведь фестиваль — это родоначальник каких-то наших других идей и проектов. И то есть вот международная гильдия писателей, которая родилась и которая помогает сейчас людям общаться в регионах друг с другом, то есть это как раз родилось из фестиваля «Русский стиль». И сейчас у нас есть и клуб «Литературная связующая нить», который собирается раз в месяц в Библиоглобусе. А участники этого клуба — это наши бывшие участники фестиваля «Русский стиль». То есть вы уже пустили вот такие корни, да? Мы пустили, да, мы такие пустили корни по регионам и странам. Поэтому сейчас у нас есть представительство в Белоруссии, в Украине. Я вот прочитал, академия появилась в Хорватии. Да, всё верно. Это тоже ваше, да? Да, потому что, видите, если вы уже заметили, да, в последний год мы уже начали какие-то образовательные нотки подключать к фестивалю, потому что это тоже было пожелание у авторов. Они хотят огранку своему таланту. А вот смотрите, вот всё-таки действительно какая-то была атмосфера вот этого фестиваля. Почему была? Она и сегодня есть. Вы не понимаете, что вот это всё рассыпется в связи с тем, что вот когда глобализируется это всё и Хорватия, и Белоруссия и так далее? Ну, это же всё наши проекты, это всё наши родные детища. То есть не боитесь? Нет, мы не боимся. Вот в маленьких городах там как-то особенно ощущается жизнь другого народа, другой страны. Там как бы изнутри ты всё это чувствуешь, видишь какие-то мелочи, как через увеличительное стекло, и понимаешь, что ты уже становишься специалистом, там, я не знаю, по немецкой жизни. Видишь вот этих вот людей, которые живут в так называемой провинции. Хотя вот я, например, разницы там не вижу в Германии. Люди, те, кто живёт в Берлине или в Штутгарде, или, я не знаю, в Мюнхене, и вот в этих маленьких городах, по уровню жизни нет никакой разницы. Нет, 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 абсолютно нет никакой. И потом здесь есть единственное, что в крупные города больше стекаются иностранцы, а немцы, наоборот, они из мигрируют, да, из центра мигрируют в какие-то маленькие города. Да, то есть есть такие, как наши русские эмигранты говорят, это немецкие резервации, да, где живут непосредственно только сами немцы. У них есть шикарные виллы, дома, участки. Но это, по-моему, и в Москве точно так же. Ну вот в России не точно так же. Мне кажется, это хороший опыт был бы для нас, для России, потому что у нас огромные территории, пустуют в нашей стране, а все вот живём в Москве, в Петербурге, ну, в каких-то больших городах. Это очень хороший опыт, мне кажется. Я очень рада, что состоялся наш фестиваль и надеюсь в следующем году снова приехать. Фееричный фестиваль. Да всё хорошо. Такое вот, какое-то ощущение чего-то, что с тобой что-то случилось, ну, наверное, незаурядное. Встретила совершенно удивительных людей, которых не ожидала даже встретить в этой жизни. Думала, что я одна такая сумасшедшая, а здесь все такие в хорошем смысле сумасшедшие. Очень добрые, очень светлые, очень замечательные. Много людей творческих, интересных, креативных. Очень прекрасно понравился. Потрясающе организовано всё. Очень интересные люди, очень высокий уровень, прекрасная организация. Очень доволен. Хотелось бы ещё попасть. Очень грустно, на самом деле, очень грустно. Я буду скучать по этому месту, по фестивалю и по людям. Очень сильно буду скучать. Спасибо русскому стилю. Было здорово. Фестиваль «Русский стиль» ждёт меня в следующий раз тоже на немецкой земле. Я влюблена в него и в людей, которые здесь были. Самое главное для человека, я считаю, это найти свою стаю. Если есть своя стая, то человек чувствует себя своим, чувствует себя свободным. Мне кажется, что на фестивале каждый из нас вот эту свою стаю нашёл. И ничего не изменилось, только что мы тут все стали друзьями. И мы теперь вот друг к другу улыбаемся и ждём следующих встреч. А что нам ещё остаётся? Всё как всегда. Мы в стрессе, но все довольные. Поэтому всё было хорошо, как всегда. Будем работать и готовить следующий фестиваль. Так что всех ждём снова в Германии. Русский стиль! Русский стиль! Русский стиль! Вот на вашей страничке в соцсети висит девиз. Кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен жаловаться, когда оно проходит. Красиво звучит. Ну да. Красиво. А вот как определить, то ли это счастье пришло, которое ты ждал, и нужно ли хвататься вот за этот момент? Вы уже определили, вы считаете себя счастливым человеком. Вы счастливый человек. Ну я, да, я себя считаю счастливым человеком, потому что все мои идеи, которые ко мне приходят, то есть они получают своё воплощение. И это здорово, что я могу заниматься любимым делом, тем, что мне нравится. У меня есть масса людей, которые меня понимают, и с которыми я могу общаться, пусть и не вживую. Поэтому костенеет русский язык, но хотя бы виртуально. Значит, в 2014 году, в сентябре месяце, будет проходить какой по счёту уже? Восьмой. Восьмой фестиваль «Русский стиль». Вот кого вы хотите пригласить на этот фестиваль? Понятно, людей пишущих, кому есть представить и выступить в каких-то номинациях, чтобы узнали о их творчестве. А может быть, они станут лауреатом, и той или иной номинацией их опубликуют. Но тем не менее, обратитесь к тем людям, которые, как вы считаете, должны приехать. И не только посмотреть юг Германии, а ещё и пообщаться, и представить своё творчество. Но в любом случае обязательно это будут конкурсанты, которые сейчас начнут принимать участие. Мы обязательно всех пригласим. Мы всегда открыты абсолютно для всех, кто связан с творчеством и литературой. Что касается образовательной такой нотки, то есть для того, чтобы можно было получить какой-то мастер-класс по мастерству, я уже пригласила и вчера провела беседу с Еленой Черниковой, это писатель достаточно известный, и Ефима Бершина, который проведёт мастер-класс по поэзии. То есть это были такие пожелания на предыдущем фестивале. Мы с ними уже переговорили, они приедут к нам в гости. И, конечно, мы будем рады видеть вашу команду снова на нашем фестивале, потому что вот этот вот диплом, который мы вам вручили, это же он говорит о нашем пятилетнем сотрудничестве. Я понимаю, вручили нам, это я должен показать. Этот диплом, который фестиваль «Русский стиль» вручил программе, нашей программе «Разговор» телеканалу «Театр», и вот мы гордимся этой наградой. Это приз. Приз от нашего телеканала. Называется это приз «Звезда». Это путеводная звезда Влада Баунгаровой, которая освещает путь молодым звёздочкам и зажигает их, потому что если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь должно быть. Аплодисменты. Это была Лада Баунгарта, руководитель Международного литературного фестиваля «Русский стиль». Наша программа закончилась. Я Александр Мягченков. Всего доброго. Увидимся завтра.